В столице открылся самый крупный в Центральной Азии научно-исследовательский комплекс «Спейс-Намад». Он расположен при Национальном космическом центре. Сегодня в Международный день науки прошло первое заседание Национального совета по науке и технологиям. Состоялось оно под председательством президента Касымжимар Татукаева. Какие проблемы сегодня испытывает отечественная наука и что говорили участники заседания, расскажет Далина Сипова. Открывая заседание Национального совета по науке и технологиям, Касымжимар Тукаев отметил, что на научном поприще накопилось немало нерешенных вопросов. Долгое время этой сфере не уделялось ложного внимания. Если Казахстан хочет быть процветающей страной, проблемы науки нужно решать и восполнять пробелы. С этой целью и был создан Национальный совет. Это будет основная структура, призванная вырабатывать рекомендации по приоритетам государственной политики в области науки. При формировании совета особое внимание было уделено его составу. Были приглашены представители старшего поколения, внёсших огромный вклад в отечественную науку, зарубежные учёные. В состав совета вошли наши молодые специалисты, работающие во всемирно известных научных центрах. По словам учёных, сегодня в Казахстане есть хорошие школы и сильные университеты, способные конкурировать на международном уровне. Но практически отсутствует среда для дальнейшего развития работы, поэтому многие молодые и перспективные умы уезжают за границу. Они свой потенциал в наших условиях могут реализовать с большими трудностями, а там это проще. Поэтому вот эту науку прикладную нужно развивать не механическими способами, а создавая условия, где она будет в принципе нужна. Первое заседание совета с участием президента задало вектор для дальнейшего развития отечественной науки, отмечают его участники. И работы предстоит много, учитывая, что глава государства ставит перед казахстанскими учёными весьма амбициозную цель — быть в числе ведущих стран мира. Даля Насипова, Денья Руммар, телеканал Алматы, Астана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова